Видео без авторских прав. Вот у меня всегда, друзья мои, вызывают улыбку, вопросы, где взять видео без авторских прав. Вот немножко включаем мозг. Представьте, вы автор, вы взяли камеру, вы собрались, вы там наняли машину, поехали в горы, в этих горах вы поставили камеру, штатив, сняли видео там, да, одно, второе, третье, классные виды, панорамные виды, горы там, воздух, вкусный воздух, все классно, у вас очень много. Потом вы приехали это все, сделали цветокоррекцию, разбили все на ролики, нарезали все аккуратненько, зашли там, поставили в папочки, залили это все, и сказали, мир, я дарю тебе этот продукт. Мир, бери, бери мое видео, бери, это все тебе, мир, берите люди добрые. Ну, вы думаете, такое бывает? Я думаю, если вы попробуете какой-то титанический труд, вы поймете, как это работает. А второй момент, если у вас хотя бы было три класса церковно-прихорской школы, то вы понимаете, что у каждого изображение, видео, музыки, есть автор, у каждого. И внимание, авторское право наступает не с момента заявления авторских прав, а с момента создания этого продукта. То есть, как только я сейчас вот это видео закончится и будет, это уже будет авторское право, на него автоматически мое. Как только я нарисую что-то, какую-то картину, авторское право мое. И если вы думаете, что существуют какие-то условно добродетельные чуваки, то они скорее всего сумасшедшие, скорее всего, у них есть опекуны, которые потом придут и заявят авторские права, и вам сделают а-та-та. То же касается и музыки. Очень часто вы спрашиваете музыка, где найти музыку без авторских прав? А вы перефразируете, где найти автора, который будет писать музыку и раздавать его всем? Где найти? Я понимаю, что художник должен творить голодным, я это понимаю. Но я вас уверяю, что очень много людей размещает свое видео, даже самостоятельно размещает под свое видео, свою музыку, свои фотографии для того, чтобы потом заявить на них авторские права и монетизировать ваш контент вместо вас. Это такая ловушка для лоха. Ну, я видел не раз, есть целые сайты, в зарубежье их уже банят, а в России они процветают. Бесплатная музыка для YouTube, туда приходят авторы, ну, условно, авторы и размещают туда музыку. Причем, я вам открою, если там даже могут быть действительные авторы. А потом, смотрите, автор может передумать, сегодня он даже раздаю вам всем бесплатно, а завтра он пришел в магазин, думает, а с какого я не могу купить себе там кусок там, не знаю, индейки и питаюсь этой гречкой, я хочу индейки. Да, приходит и нажимает, а ему же YouTube подсказывает, ваша музыка использована там-там-там-там-там. И он вам пишет, монетизировать видео. И вот вы такой добродетельный чувак, который взял эту чудесную музыку, у этого добродетельного, то есть, начинайте платить ему отчисления. Он понимает, что это работает. Держите все. Вторая часть, очень масштабная, она первая, да, это огромная армия людей, которые знают, что в русскоязычном YouTube никто не привык ни за что платить. Все друг у друга тырят. И когда вы размечаете какой-то, у нас был такой парадокс, мы все покупаем лицензионное, у нас все есть с разрешением правоводателя. И мы знаем точно, что любая музыка, которая используется в наших видео, она у нас, и у нас имеются документы на право ее использования. И вот, когда мы размещаем наш ролик, к нам приходят на одну мелодию, там, наверное, от шести или от семи авторов претензий на эту мелодию, там, типа, у них названия такие, там, типа, Paramount Music Pictures, там, или там Paramount USA, там, Audition, там, ну, в таком формате, там, такие названия громкие. Я понимаю, что там сидят школьники, там, из Новосибирска или, там, из Рязани и, там, не знаю, из Индии и посылают мне эти претензии. Почему? Потому что, если у меня есть право использовать эту музыку, я подаю апелляцию. А если нет, я сижу молчу, потому что у меня нет. А у вас же действительно нет, я не знаю это, они вам посылают. Поэтому, друзья мои, музыка без авторских прав, как и сыр бесплатный, бывает только в холодильнике у вашей мамы. Не слушайте никого, то есть, если кто-то говорит, что, типа, там, вот в нашей медиа сети бесплатная музыка, либо в нашей партнерской программе бесплатная музыка, либо мы вам там дадим диск с бесплатной музыкой. Не, вот требуйте бумажку, без бумажки ты букашка. И это очень и очень важно. Дальше. Видеохостинги без авторских прав. К нам приходят, посмотрите, я нашла видеохостинг без авторских прав. Классно, говорю я. Та же самая система. Вот, как вы думаете, где есть те операторы, монтажёры, там, актёры, которые, а давайте мы будем сниматься и наше видео раздавать всем по миру. Мы будем делать добро миру мир. А вы думаете, такие есть, попробуйте таким стать. Почему не вы? Нет, у вас нет, ах, у вас нет времени, у вас семья надо кормить, а у этих людей вообще все хорошо. А у них такие, типа, чем мы будем заниматься в этом году? Снимать видео, заливать их на хостинг и бесплатно раздавать в русский интернет. Вы, вот, вот, когда вы такие просто пишете, что вы думаете? А ещё мы наймём чувака Васю, там, Сидорова, которому дадим задание, чтобы он сделал нам сайт, а ещё мы оплатим хостинг, куда мы будем заливать это бесплатное видео и будем поддерживать, чтобы уважаемые видеоблогеры, у которых пока нет ресурса покупать видеоролики, брали на бесплатных видеохостингах эти все видео. Ну, вы понимаете, чуть-чуть в 2 плюс 2 сложите, что, как бы где. Я бы хотел ещё здесь бесплатные автостоянки машин. Ну, чего, если есть бесплатные видеохостинги должны быть бесплатные стоянки машин, то есть, вы туда приходите, садитесь в свою жопу, и начинаете ездить, а вам ещё можно масло, там, должно менять, вам всё будет. А есть бесплатные магазины. А чё? Вы приходите, коммунизм, пришли, там, купили, купили, вам надо поесть, сидите, есть бесплатные магазины. Чё? Там же есть люди, ну не магазины, а бесплатные места раздачи продуктов. Знаете такие? Я туда тоже схожу. Откуда вы вообще берете, что есть бесплатные видеохостинги, бесплатные там библиотеки музыки и звуков? Откуда вам это? То есть, я понимаю, у меня сын там 13 лет, его можно задурить голову. А вам уже, наверное, больше 13 лет, и вы еще верите в сказки, да? Вот анекдот мне все время вспоминается про бабу-ягу, и там типа, сколько тебе лет, сынок? Он такой 45. Эх, такой дылда, в сказки веришь, да? Так и вы. Вот эх, такой дылда, в сказки верите. Поэтому, когда вы начинаете спрашивать про фото без авторских прав, про музыку без авторских прав, про видео без авторских прав, а там еще есть это, какие-то там вставки, медиа-упаковка. Смотрите, у любого производителя произведения есть автор, по умолчанию, у любого. Это не касается, если там произведение было создано там 60 или там 70 лет назад, условно, и то, там плюс-минус, да? Надо смотреть, потому что всегда могут быть какие-то другие там моменты. Но, опять же, запомните, у каждого произведения есть автор, и авторское право наступает не с момента подачи какой-то заявки в YouTube, да, как вам объясняют, что он еще не подал заявку в YouTube на авторское право, а с момента создания этого произведения. Вот он создал его, и он уже автор, ему уже авторское право автоматически, и любой суд станет на сторону автора, любой. Знаете, то есть у вас должно быть документ, подтверждающий, что автор этого произведения вам разрешил. Причем не документ в скайпе или там, типа там, на почте письмо от того, что вы думали, что это автор, а документ действительно подтверждающий. Если документа нет, то без бумажки вы букашка, с бумажкой человек. Пара-бара-бам.